Иванова Елена уже 12 лет дорожный рабочий в спецавтотрансе. Зимой борьба со снегом и наледью, летом с листьями и мусором. Все это ложится на хрупкие плечи женщины. Ей нравится такая совсем не женская работа. Так у нас все устраивает. Работа тяжелая, конечно. Что ж здесь еще скажешь? Физическая, да. Тяжело, но что? Мы уже привыкли к этому делу. Я не собираюсь уходить. Мне нравится, честно вам скажу. Очень нравится работа. По словам специалистов, в сфере ЖКХ занято почти 5% жителей области. Проблемы в сфере, конечно же, существуют. Но, как уверяют городские власти, со своими задачами службы справляются. Наши предприятия жилищно-коммунального хозяйства, они находятся в очень тяжелых условиях. Во-первых, это, как и во всех сферах, недофинансирование. Во-вторых, работа не такая уж высокооплачиваемая, и в то же время она довольно-таки нервная. Но, тем не менее, они все выполняют качественно. Все планы перед ними поставлены. На каноне коммунальщики отметили свой профессиональный праздник. Торжественная церемония прошла во Дворце Металлургов. Традицию поздравлять лучших коммунальщиков возродили после пятилетнего перерыва. В этом году муниципалитетам принято решение о возобновлении старых традиций, проведении и поздравлении непосредственно уже работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания с профессиональным праздником. Благодарственные письма губернатора области, мэра Череповца и Гурдумы получили сотрудники компаний «Электросеть», «Теплоэнергия», «Водоканал» и «Городское жилищное хозяйство». Выражаю вам слова огромной благодарности за ваш непростой ежедневный труд, за ваш вклад в благоустройство и содержание нашего города, за то, что череповчане не испытывают очень многих коммунальных проблем, которые испытывают жители других городов. Спасибо вам, уважаемые череповчане, за ваш очень непростой труд. Уважаемые работники, ветераны предприятий жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В день профессионального праздника желаю всем работникам и ветеранам здоровья, счастья, благополучия и новых успехов профессиональной деятельности. Губернатор Лавоготской области Олег Александрович Кущёликов. Благодарственным письмом мэра наградили и Елену Иванову. Сегодня она не в оранжевой жилетке, а в вечернем платье. Несмотря на неженскую профессию, хочется быть красивой в свой день. Благодарственное письмо обращается Ивановой Елене Васильевне, дорожному рабочему Черевовецкого униципального предприятия «Спецавтотранс». Нина Ихлакова, Анатолий Холин, Сергей Павлов. Новости.